Плановая работа Люберецкого физкультурно-оздоровительного комплекса началась в сентябре этого года. Здесь проходят занятия восьми различных секций. В семи из них на бесплатной основе. Тренируют молодых спортсменов, педагоги и спортивных школ города. У нас работают профессиональные тренеры. Они отвечают всем требованиям. У них есть образование, курсы повышения квалификации, тренерские категории. Я просто уверен, что с нашими детьми, которые приходят к нам на объект, занимаются профессионалы. Владимир Ружицкий совместно с коллегами из городской администрации проинспектировали работу комплекса. Они осмотрели помещения и спортивные объекты учреждения. Представители администрации обратили внимание на то, что содержатся они в достойном виде. Здесь даже есть комфортная зона отдыха с Wi-Fi и кофейными аппаратами. Сегодня это хороший современный спортивный объект. Я думаю, что кто проживает на севере, рядом, кто хочет заниматься спортом, здесь все необходимо есть. Сейчас Люберецкий фок в день посещают около 250 человек. В целях увеличения пропускной способности Владимир Петрович поручил руководству комплекса разработать физкультурные программы для пенсионеров. Она уже не только для молодежи, для наших людей старшего возраста, даже для ветеранов. Я сегодня дам такие поручения, чтобы посмотрели, возможно, в утренние часы для наших ветеранов, для желающих заниматься спортом. Здесь есть группа инвалидов, клуб «Надежда» здесь тоже занимается. То есть мы стремимся, чтобы этот флок или помещение в этом здании были все задействованы. Во время визита Владимир Ружицкий пообщался с тренерами и юными спортсменами, которые занимались в это время на территории комплекса. Кроме того, глава сам принял участие в тренировке. Также он побеседовал с родителями воспитанников, которые рассказали, что довольны большими площадями комплекса, а также работой тренерского состава. Ребенок ходит на дидор. Это в Люберецком районе единственное место, где можно заниматься дидором. И тренер очень хороший. Вы знаете, для меня показатель, что первый день ребенок пришел и буквально тот же день уже ходил обратно вернуться. В завершении встречи глава призвал руководство ФОКа популяризировать спорт и нести его в массы. В ближайшее время в стенах Люберецкого физкультурно-оздоровительного комплекса пройдут культурно-массовые мероприятия по различным видам спорта. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение.